Друзья, всем привет, с вами Encrypted и в эфире наш традиционный еженедельный уже 122 дайджест крипто новостей, из которого вы узнаете, где скрывается док вон и услышите пару советов о том, как правильно заходить на хату от Сэма Бэнкмана Фрида. Поехали! Ну а начнем мы с того, что на этой неделе исполнилось ровно 12 лет с момента исчезновения Сатоши Накамото. Он оставил свою последнюю запись на форуме BitcoinTalk 12 декабря. Пост Накамото был посвящен проблеме DOS-атак на сеть биткоина. С 13 декабря 2010 года Сатоши больше не появлялся в сети. Сам пост можно прочитать по ссылке в описании, он до сих пор доступен на форуме BitcoinTalk. А еще у нас на этой неделе вышло видео 10 мифов о биткоине. Там мы затронули, кстати, и тему личности Сатоши Накамото, поэтому кто не смотрел, обязательно переходите по ссылке и смотрите видео. И обязательно с подпиской, лайком и б***ким колокольчиком. Ну и вдогонку темы о биткоине, новость о том, что между ЕС и Африкой появятся переводы через Lightning Network. Блокчейн-компании CoinCorner и Bitnob запустили совместную услугу трансграничные фиатные переводы для Великобритании, ЕС и Африки с использованием Lightning Network. А айтишник из Швейцарии имплантировал себе чип для криптоплатежей. Швейцарский айтишник с псевдонимом F418 решил имплантировать себе чип для бесконтактных платежей через сеть Lightning Network. Мужчина признался журналистам, что сделал это ради развлечения. Это забавно смотрится, когда я, например, провожу презентацию о платежах или просто общаюсь по работе. Собеседники очень удивляются, когда видят мою руку, пояснил он. F418 уверяет, что устройство не приносит никакого дискомфорта и даже не ощущается. Единственное, что поменялось, теперь на кассе ему не нужно доставать карту или смартфон. Украинская биржа WhiteBit стала официальным партнером Барселоны, с чем мы ее и поздравляем. Сотрудничество рассчитано на три футбольных сезона с 2022 по 2025 год. При этом WhiteBit будет спонсировать все главные подразделения футбольного клуба. Мужскую и женскую команды, экосистема Indoor Sports, баскетбол, гандбол, мини-футбол и хоккей на роликах, научный центр исследования спорта Barso Innovation Hub и киберспортивную команду Barso eSports. Если у вас все еще нет аккаунта на WhiteBit, то по ссылке в описании будет наша ссылка. Переходите, регистрируйтесь и будет вам хорошая карма. Очень важная новость, которая, я надеюсь, будет реализована. Apple может позволить устанавливать приложения не из App Store. Мне кажется, ребята из Coinbase Wallet, из OneInch и из прочих крипто-приложений просто держат пальцы вот так скрещенными, чтобы это произошло. Но что-то мне подсказывает, что не все так будет просто. Apple планирует разрешить пользователям iPhone и iPad устанавливать приложения не из App Store. Такие изменения сделаны в ответ на закон Европейского Союза о цифровых рынках, который требует от технологических компаний полного соблюдения ограничений до 2024 года. Компания раздумывает над тем, стоит ли позволить сторонним компаниям использовать собственную инфраструктуру платежей. Если это изменение будет реализовано, то оно значительно облегчит использование криптовалюты для iPhone и iPad. Dex Radium на Solana взломали на 2 миллиона долларов. Хакер атаковал децентрализованную биржу Radium, построенную на блокчейне Solana. В ходе взлома злоумышленнику удалось похитить около 2,2 миллионов долларов, из которых 1,6 миллионов в Solana, из пула в ликвидности проекта. Вот такая хуйня малято. А годовая инфляция в США замедлилась до отметки 7,1%. По итогам ноября годовая инфляция в США замедлилась с 7,7% до 7,1%, при прогнозе в 7,3%. А ФРС США повысил процентную ставку на 0,5%. Теперь ставка составляет 4,5%. Динамику изменений процентных ставок можно посмотреть в нашей инфографике. А подробнее о том, как ставка ФРС влияет на рынок, посмотрите в нашем отдельном видео. Также были традиционные фонс-минутки, на которых Джером Пауэлл опять налил воды. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании, в текстовой версии дайджеста, почитайте все его тезисы. Также там есть ссылка на экономический календарь, в котором больше макроэкономических позиций, событий и так далее. В общем, все в ваших руках. Но я ебан в рот читать эту муть. Минфин Кореи Интересно, почему Сербия? Дональд Трамп Дональд Трамп анонсировал что-то, что будет что-то прям мега-мега крутое. И это была NFT коллекция. Бывший президент США Дональд Трамп представил собственную NFT коллекцию на блокчейне Polygon, состоящую из 45 тысяч NFT. Цена всего 99 долларов, говорится на сайте продукта. В честь запуска коллекции в лотерее будет разыгран звонок в Zoom или один час игры в гольф с Трампом. Путем несложных математических вычислений, умножаем 45 тысяч на 99, получаем 4 миллиона 455 тысяч долларов. Дешевка, б***ь. Ну, деньги неплохие, неплохие. Binance заблокировали аккаунт пользователя за скандальное поведение. Binance заблокировали аккаунт клиента под ником CoinMamba, который раскритиковал в Twitter компанию ее гендиректора Чан Пен Джао. Он начал публиковать посты с критикой Binance, потому что потерял средства из-за утечки API. В инциденте фигурирует торговая платформа 3Commerce. CoinMamba сообщил, что служба поддержки не помогала ему вернуть средства, а Binance заявили, что он угрожал сотрудникам саппорта. Примерно через час аккаунт CoinMamba был заблокирован. Также ему дали 3 дня на вывод средств с платформы. Кстати, аудиторская фирма Mazaars, которая стоит за отчетами Proof of Reserves Binance, отказалась сотрудничать с любыми криптокомпаниями. Страница с Proof of Reserves Binance не показывает ни ху**а. После краха FTX Binance и некоторые другие криптовалютные биржи заявили об интеграции концепции Proof of Reserves. Аудит проводила скандально известная фирма Mazaars, чьи выводы неоднократно подвергали критике. Компания заявляла о чрезмерном обеспечении у ряда своих клиентов. В частности, речь шла о Binance, KuCoin и Crypto.com. Несмотря на то, что журналисты нашли в этих отчетах много неточностей и слабых мест, идея сработала, по крайней мере частично. Отток средств Binance и других крупных платформ пошел на убыль. И вот теперь оказывается, что Mazaars приостанавливает работу со всеми криптоклиентами без объяснения причин. Очень интересно следить за этой ситуацией. Очень может быть, что дило пахнет писюнамой. Вот и Сизей предупредил сотрудников о возможных сложных временах. CEO Binance Чен Пен Джао обратился к сотрудникам через служебную записку. Сообщение сказано, что ближайшие месяцы станут непростыми в истории компании и рынка в целом. И что перед Сизей стоит задача развеяться и страхи по поводу финансовых проблем компании. Мы ожидаем, что следующие несколько месяцев станут ухабистыми. Но мы преодолеем такие сложные времена и станем сильнее, потому что прошли через них. Несмотря на все трудности, Джао уверен, что Binance все преодолеет и выйдет сильнее. Он добавил, что сейчас криптоиндустрия переживает исторический момент. А еще он сказал, что только 1% может правильно хранить крипту. Сизей провел АМО в Twitter Space. На этот раз он решил поговорить о проблемах хранения крипты на некостадиальных кошельках. По мнению Сизей, только 1% людей умеют это делать безопасно. Большинство людей не могут создать резервную копию своих ключей безопасности. Если они потеряют кошелек, то потеряют и крипту. Многие не умеют правильно использовать шифрование для резервной копии. Они напишут код на бумажке, его могут увидеть другие люди, украсть эти средства, пояснил глава Binance. Джао говорит, что каждый пользователь должен решить для себя, как хранить крипту, учитывая, что разные решения имеют разные риски. Очень похоже на то, что этот спич имел в виду следующее. Храните деньги на Binance. Нахер вам эти холодные кошельки, все равно вы максимально тупорылы. Вы потеряете эту бумажку, потеряете свои деньги. Храните деньги на Binance. Сказал Сизи. Я тут нет. Вообще, я... Митрил, кстати, требует у Binance 200 тысяч за делистинг с Binance. Биржа Binance объявила о делистинге 4 токенов, в список которых попал и Митрил. Спустя несколько часов Митрил потребовали вернуть депозит в 200 тысяч BNB, который Binance запросили при листинге токена. Также в сообществе заявили, что биржа приняла решение о разрыве сотрудничества в одностороннем порядке. В публикации говорится, что Митрил стал первым токеном в сети BEP2, а члены комьюнити неоднократно принимали участие в инициативах Binance. Хватит. А Binance, что у других бирж проблем нет. Вот у Gemini данные клиентов подверглись утечке. Хакеры взломали сервера внешнего провайдера криптобиржи Gemini и сумели получить доступ к 5,7 миллиона строк конфиденциальной информации о клиентах платформы. Компания в инциденте винит третью сторону, которая не смогла обеспечить защиту от взлома и предупреждает, что пользователи платформы могут ожидать фишинговой атаки из-за похищенных данных. Новости нашего уровня. Инвесторы подали в суд на Compound DAO из-за неудачных инвестиций 80 долларов. DeFi протокол Compound получил коллективный иск от трех американских клиентов, которые обвиняют платформу в нанесении финансового ущерба. Судя по документам, заявители приобрели токены на сумму около 80 долларов. Всего в деле трое пострадавших. Один из них купил монеты на 75 баксов. Мажорище. И еще двое вложили 3 и 2 бакса. После покупки курс монет упал. В итоге СЦ понесли финансовые потери. Теперь инвесторы просят привлечь к ответственности Compound DAO, сообщество, которое управляет кредитной платформой, и ее партнеров, которые контролируют продажу токенов в комп в качестве нелицензионных ценных бумаг. Дело будет разбирать окружной суд США Северного округа Калифорнии. Хер знает. Возможно, это какой-то повод зацепиться за Compound и из этих 80 долларов развить какое-то дело. А может, просто типы решили приколоться. SEO The Block покидает свой пост. А причиной стало то, что он взял тайно деньги у Сэма и никому об этом не рассказал. SEO криптовалютного издания The Block Michael McCaffrey сообщил об уходе в отставку. Причиной стало то, что он скрыл информацию о кредитах от бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана Фрида. McCaffrey был единственным человеком в компании, кто об этом знал. Всего McCaffrey получил три кредита на сумму 12 миллионов, 15 миллионов и 16 миллионов долларов. Помимо ухода с поста генерального директора, McCaffrey покинет совет директоров компании. Место SEO займет директор по доходам Бобби Моран. Мы, кстати, припомнили разговор с сотрудником The Block на Солана Breakpoint 2021, где он говорил об обратном выкупе доли издания у инвесторов. Теперь понятно, откуда эти деньги. Но мне кажется, что если бы с Сэмом было все в порядке и это вскрылось, то ни хрена бы этому SEO The Block не было. Просто Сэм достаточно токсичная на данный момент личность и всех, кто связан с этим, тем более он никому не рассказал об этих кредитах, его и ливнули. Если бы у Сэма было все хорошо, то и у SEO The Block было бы все хорошо. Ну и раз мы уже заговорили о Сэме, давайте перейдем к новостям о нем. Главная новость в том, что Сэма все-таки арестовали на Багамах. Королевская полиция Багамских островов арестовала основателя компании FTX Сэма Бэнкмана Фрида по запросу правительства США. США, вероятно, потребуют экстрадиции, Сэма заявил генеральный прокурор Багамских островов. Он хотел выйти под залог, но ему было отказано. Адвокаты сразу подали прошение отпустить обвиняемого под залог в размере 250 тысяч долларов, добавив, что у него было много возможностей сбежать из страны, но он этого не сделал. Судья Фергюсон Пратт отклонила эту просьбу. Против освобождения под залог выступила и прокуратура. Они напомнили, что Багамы из США договорились об экстрадиции Фрида, а это требует удержания подозреваемого под стражей. Фрид и его адвокаты намерены оспаривать это решение. В Багамской тюрьме Сэм будет оставаться минимум до 8 февраля следующего года. Из зала суда его выводили в наручниках. Кстати, если Сэма признают виновным, то ему грозит срок до 115 лет. Охуеть, потрейдил. Кстати, сидеть он будет в местной тюрьме в Фокс-Хилл. А это учреждение известно суровыми условиями проживания. Но Сэм по просьбе адвокатов сейчас пребывает в медицинском отделении. Это необходимо, по его словам, для лечения депрессии. Камеры строгого режима имеют площадь 6 на 10 футов, 2 на 3 метра. Даже меньше 2, там 1,80 на 3 метра. Там находится 6 человек без матрасов, без туалетов. Задержанные исправляют нужду в ведра, а затем выносят их. Они жаловались на нехватку кровати и постельного белья. У некоторых даже появились пролежни из-за сна на голой земле. Общей проблемой является антисанитария. Камеры кишили вшами, крысами и насекомыми, говорится в отчете. Сэм даже обратился в Верховный суд с просьбой выйти под залог. Но Верховный суд планирует собраться на слушание по этому делу только 17 января. Так что Рождество и Новый год Сэм отметит в компании новых друзей. Топ новость! Сэм готов открыть новый бизнес для погашения долгов. Сэм готов создать новую компанию, чтобы рассчитаться с долгами клиентов. Заявил он в ходе интервью BBC. Я бы все отдал, чтобы получить такую возможность. И я буду пытаться это сделать. У меня есть обязанность перед клиентами FTX делать для них все, что в моих силах. Пояснил он. Согласно документам о банкротстве, криптобиржа FTX может насчитывать до 1 миллиона кредиторов. А ее потенциальные потери оцениваются в суммы от 10 до 50 миллиардов долларов. Как рассчитаться с участниками пирамиды? Правильно? Создать новую пирамиду. Дуй, Сэм! Комитет по финансовым опросам Палаты представителей провел слушание по делу о крахе FTX. Комментируя разбирательство, конгрессмен Ричи Торрес, который представляет 15-й округ Нью-Йорка, заявил, что его буквально шокировало услышанное. В его представлении Сэм Бен Манфрид выглядит лжецом и мошенником. Со слов Торреса, бывший COFTX сознательно врал, когда в серии твитов от 7 ноября уверял общественность в стабильности биржи. Через несколько дней после этого компания подала заявление о банкротстве. По мнению политика, такое поведение говорит о нем как о патологическом лжеце. Еще FTX хочет продать 4 своих дочерней компании. Речь идет о Embed Financial Technologies, Ledger X, FTX Japan и FTX Europe. Биржа продолжает настаивать на том, что ее дочерние предприятия действовали по большей части самостоятельно. По мнению юриста FTX, это позволит существенно ускорить процесс продажи, так как упомянутые компании несут относительно небольшую ответственность перед кредиторами. В итоге, когда CZ говорил о том, что только 1% умеют хранить крипту нормально, наверное, был прав, потому что FTX хранила закрытые ключи без шифрования. FTX, биржа. FTX не использовали базовые меры защиты кошельков и хранили закрытые ключи без шифрования, заявил в ходе показаний для Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США новый FTX директор Джон Рэй. Также он добавил, что сотни миллионов долларов подвергались риску кражи и других злонамеренных действий. Еще одна известная личность, которая стала жертвой FTX, это бизнесмен и инвестор Кевин О'Лири. Он потерял на FTX 15 миллионов долларов. Бизнесмен заявил, что потерял 15 миллионов долларов, которые он получил за то, что был официальным представителем FTX. Общая сумма сделки составила чуть менее 15 миллионов. Почти 10 миллионов долларов я вложил в криптовалюту. Все на нуле, потому что мой аккаунт обчистили несколько недель назад. Это была не очень хорошая инвестиция, но, к счастью, большинство моих вложений удачные, пояснил он. Также ему задали вопрос о том, что подтолкнуло его работать с FTX, поскольку ранее бизнесмен говорил, что воздерживается от криптовалют. Он сказал, что это была огромная ошибка и что институциональные инвесторы FTX теперь выглядят как идиоты. При этом инвестор все еще доверяет Сэму и не боится инвестировать в тех, кто потерпел неудачу. Но, как оказалось, банкротство FTX это не самая крупная неудача в крипте в этом году. Эксперты исследовательской платформы Chainalysis представили отчет о последствиях криптобанкротств этого года. Согласно материалу, падение FTX принесло не так много убытков, как крах Тера, Цельсиус и Триэрос Кепитал. Согласно анализу, девальвация стейблкоина UST привела к 20,5 миллиардов долларов реализованных убытков. Падение Цельсиус и Триэрос Кепитал суммарно отобрало у инвесторов 33 миллиарда долларов. История с FTX принесла 9 миллиардов реализованных убытков. Подсчеты аналитиков базируются на метриках прибыли и убытков по персональным кошелькам пользователей и охватывают период от января 2022 года до текущего момента. Раздел крипта и регуляция идет нахуй. В текстовой версии этого дайджеста он будет этот раздел. Что там у Encrypted? У Encrypted, как обычно, дохера классного интересного контента. Я уже говорил про экономический словарь. На самом деле календарь, я его все равно называю словарем, потому что почему-то у меня так в голове отложилось. Говорил про видео 10 мифов о биткоине. Также вышел обзор ZK Sinks. Детальный разбор атаки АПА. Это когда вам отправляют нулевые транзакции. Вы, наверное, видели в кошельке такие. Большие идеи 2023 для криптоиндустрии. Простая математика, новый эссе Артура Хейза. Вторая часть про Web Summit вышла. Новое видео в рубрике Криптаны про Джастина Сана. Также два стрима, где учиться крипте на украинском совместно с Cicrypto. И Теснет и Амбассадорки Мультякинг. Тоже был очень интересный стрим. С А2 Finance и Mirai.T. В общем, вы видите, что дофига классного контента будет еще больше. Потому что на мой пост про авторов просто крипты откликнулось. Много хороших ребят. Мы сейчас с ними общаемся. Пытаемся понять, кто в чем лучше. Кто-то будет писать обзоры. Кто-то будет какие-то ресерчи писать. Кто-то будет реально писать просто крипту. И материалов будет еще больше. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на YouTube, если вы смотрите без подписки. Но это... Ай-яй-яй так делать. Ну кто так делает? Ну пиздец. Если вы уже подписались, вы молодец. Ставьте колокольчик. И включайте в самом телефоне, в настройках уведомлений, получать или звук там, или короче наклейки от YouTube. Потому что если вы там не покажете, то все ваши колокольчики до одного места. В общем, мы приближаемся к Новому году. Надеюсь, все будут живы, здоровы. Не думаю, что война закончится. Хотя очень бы хотелось, конечно, чтобы Новому году она закончилась. Но это из разряда невозможного. Пока, к сожалению, в данный момент. В общем, берегите себя. Берегите своих близких. Учитесь. Do your own research. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok